Первое послание к Коринфянам, святого апостола Павла Субтитры создавал DimaTorzok Ибо Царство Божие не в слове, а в силе. Чего вы хотите, с жезлом прийти к вам или с любовью и духом кротости? Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего. И вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъяд был из среды вас, сделавший такое дело. А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело, в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, общее с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, от Матфея святое благовествование. И, выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им, «Видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». Когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили, «Скажи нам, когда это будет, и какой признак Твоего пришествия и кончины века?» Иисус сказал им в ответ, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить «Я Христос», и многих прельстят. «Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут, и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется». Исшет Иисус, идяши от церкви, и приступиши к Нему ученицы Его, показать Ему здание церковное. Иисус зарече им, «Не видите ли вся сия? Аминь глаголю вам. Не имать остатись, где камень на камени, и же не разориться». Сидяши же ему на горе Елеон сей, приступиши к Нему ученицы наедине глаголюще. «Рцы нам, когда сия будут, и что есть знамение Твоего пришествия и кончины века?» И отвечав Иисус, рече им, «Влюдите, да никто же вас прельстит. Мнозибо приидут во имя Моя глаголюще, аз есть Христос, и многие прельстят. Услышите же им эти брани, и слышание брани, зрите, не ужасайтеся. Водобает во всем всем быти, но не тогда есть кончина. Восстанет Бог язык на язык, и царство на царство, и будут глади, и пагубы, и труси по местам. Вся же сия начало болезнем. Тогда предадят вы в скорби, и убьют вы, и будете ненавидимы всеми языки имени Моего ради. И тогда соблазнятся мнози, и друг друга предадят, и возненавидят друг друга, и мнозил же пророцы восстанут, и прельстят многие, и за умножение беззакония иссякнет любых многих. Претерпевый же до конца, то есть по сердцям. Ученик. Исчисли виды бесовской прелести, происходящей от неправильного упражнения молитвою. Старец. Все виды бесовской прелести, которым подвергается подвижник молитвы, возникают из того, что в основании молитвы не положено покаяние, что покаяние не сделалось источником, душою, целью молитвы. Если кто, говорит преподобный Григорий Синаид в вышеприведенной статье «с самонадеянностью, основанной на самомнении», в подлиннике сказано «аще кто мечтает высокое сомнением доспети» здесь употреблено объяснительное выражение, чтобы отчетливее показать значение слова «мнение», «мечтает достигнуть в высокие молитвенные состояния, истяжал ревность, не истинную, а сатанинскую», того дьявол удобно опутывает своими сетями, как своего служителя. Всякий усиливающийся взойти на брак Сына Божия не в чистых и светлых одеждах, устраиваемых покаянием, а прямо в своем рубище, в состоянии ветхости, греховности и самообольщения, извергается вон, во тьму кромешную, в бесовскую прелесть. «Совещаю тебе», — говорит Спаситель, призванному к таинственному жречеству, «купите от меня златорожженно огнем, да обогатишися, и одеяние бело, да обличешися, да не явится срамота ноготы твоя я, и калурием слез помажет чувственные очи твои, и очи ума да видиши. Аз их же люблю, обличаю и наказую, ревнуй, уба, и покайся». Покаяние и все из чего оно составляется, как то сокрушение или болезнование духа, плач сердца, слезы, самоосуждение, памятование и предощущение смерти, суда Божия и вечных мук, ощущение присутствия Божия, страх Божий, суть дары Божии, дары великой цены, дары первоначальные и основные, залоги даров высших и вечных. Без предварительного получения их, подаяние последующих даров невозможно. «Как бы невозвышенны были наши подвиги», сказал святой Иоанн Лествичник, «но если мы не стяжали болезнующего сердца, то эти подвиги и ложны, и тщетны». Покаяние, сокрушение духа, плач – суть признаки, суть свидетельства правильности молитвенного подвига. Отсутствие их – признак уклонения в ложное направление, признак самообольщения, прелести или бесплодия. То или другое, то есть прелесть или бесплодие, составляют неизбежные последствия неправильного упражнения молитвою, а неправильное упражнение молитвою неразлучно с самообольщением. Самый опасный неправильный образ молитвы заключается в том, когда молящийся сочиняют силою воображения своего мечты или картины, заимствуя их, по-видимому, из священного писания, в сущности же из своего собственного состояния, из своего падения, из своей греховности, из своего самообольщения. Этими картинами льстит своему самомнению, своему тщеславию, своему высокоумию, своей гордости обманывает себя. Очевидно, что все, сочиняемое мечтательностью нашей падшей природы, извращенной падением природы, не существует на самом деле. Есть вымысел и ложь, столько свойственные, столько возлюбленные падшему ангелу. Мечтатель с первого шагу на пути молитвенном исходит из области истины, вступает в область лжи, в область сатаны, подчиняется произвольно влиянию сатаны. Святой Симеон Новый Богослов описывает молитву мечтателя и плоды ее так. Он возводит к небу руки, глаза и ум, воображает в уме своем, подобно Клапштоку и Мильтону. Божественные совещания, небесное благо, чины святых ангелов, селения святых, короче, собирает в воображении своем все, что слышал в Божественном Писании, рассматривает это во время молитвы, взирает на небо, всем этим возбуждает душу свою к божественному желанию и любви, иногда проливает слезы и плачет. Таким образом, мало-помалу кичится сердце его, не понимая того умом. Он мнит, что совершаемая им есть плод божественной благодати к его утешению и молит Бога, чтобы сподобил его всегда пребывать в этом делании. Это признак прелести. Такой человек, если и будет безмолвствовать совершенным безмолвием, не может не подвергнуться умоиступлению и сумасшествию. Если же не случится с ним этого, однако ему невозможно никогда достигнуть духовного звания разума и добродетели или бесстрастия. Таким образом прельстились, видевшие свет и сияние этими телесными очами, обонявшие благовоние обонянием своим, слышавшие глаз и ушами своими. Одни из них возбесновались и переходили умоповрежденными с места на место, другие приняли беса, преобразовавшегося в ангела светлого, прельстились и прибыли неисправленными даже до конца, не принимая совета ни от кого из братьей. Иные из них, получаемые дьяволом, убили сами себя, иные низверглись в пропасти, иные удавились. И кто может исчислить различные прельщения дьявола, которыми он прельщает и которые неисповедимы? Впрочем, из сказанного нами всякий разумный человек может научиться, какой вред происходит от этого образа молитвы. Если же кто из употребляющих его и не подвергнется ни одному из вышесказанных бедствий по причине сожительства с братьею, потому что таким бедствием подвергаются наиболее отшельники, живущие наедине, но таковы и проводят всю жизнь свою безуспешно. Все святые отцы, описавшие подвиг умной молитвы, воспрещают не только составлять произвольные мечты, но и преклоняться произволением и сочувствием к мечтам и привидениям, которые могут представиться нам неожиданно, независимо от нашего произволения. И это случается при молитвенном подвиге, особливо в безмолвии. «Никак не прими», говорит преподобный Григорий Синаид, «если увидишь что-либо чувственными очами или умом, вне или внутри тебя, будет ли то образ Христа или ангела, или какого святого, или, если представится тебе, свет. Будь внимателен и осторожен. Не позволь себе доверить чему-либо, не вырази сочувствие и согласие, не вверься поспешно явлению, хотя бы оно было истинное и благое. Пребывай хладным к нему и чуждым, постоянно сохраняя ум твой безвидным, не составляющим из себя никакого изображения и не запечатленным никаким изображением. Увидевший что-либо в мысли или чувственно, хотя бы то было и от Бога, и принимающий поспешно, удобно впадет в прелесть, по крайней мере обнаруживает свою наклонность и способность к прелести, как принимающие явления скоро и легкомысленно. Новоначальный должен обращать всем внимание на одно сердечное действие, одно это действие признавать непрелестным, прочего же не принимать до времени вступления в бесстрастие. Бог не прогневляется на того, кто, опасаясь прелести, с крайней осмотрительностью наблюдает за собою, если он и не примет чего посланного от Бога, не рассмотрев посланное со всею тщательностью. Напротив того, Бог похваляет такого за его благоразумие. Святой Амфилохий, с юности вступивший в монашество, удостоился в зрелых летах и в старости проводить жизнь отшельническую в пустыне. Заключаясь в пещеру, он упражнялся в безмолвии и достиг великого преуспеяния. Когда совершилось сорок лет его отшельнической жизни, явился ему ночью ангел и сказал, «Амфилохий, иди в город и паси духовных овец». Амфилохий прибыл во внимание себе и не обратил внимания на повеление ангела. На другую ночь снова явился ангел и повторил повеление, присовокупив, что он от Бога. И опять Амфилохий не оказал повиновения ангелу, опасаясь быть обольщенным и вспоминая слова апостола, что и сатана преобразуется в ангела светлого. На третью ночь снова явился ангел и, удостоверив о себе Амфилохия словословием Бога, нетерпимым духами отверженными, взял старца за руку, вывел из кельи, привел к церкви, находившейся вблизи. Двери церковные отворились сами собою, церковь освещалась небесным светом, в ней присутствовало множество святых мужей в белых ризах с солнцеобразными лицами. Они рукоположили Амфилохия в епископа города Икании. При противоположном поведении преподобные Исааки и Никита Печерские, новые и неопытные в отшельнической жизни, подвергались ужаснейшему бедствию, опрометчиво вверившись представившемуся им привидению. Первым уявилось множество демонов в сиянии, один из демонов принял вид Христа, прочий – вид святых ангелов. Второго обольстил демон сперва благоуханием и глазом, как бы божиим, потом представ ему, очевидно, в виде ангела. Опытные в монашеской жизни иноки, истинно святые иноки, гораздо более опасаются прелести, гораздо более не доверяют себе, нежели новоначальные, особливо те из новоначальных, которые объяты разгорячением к подвигу. Сердечную любовью предостерегает от прелести преподобный Григорий Синаид Безмолвника, для которого написана его книга. «Хочу, чтобы ты имел определенное понятие о прелести. Хочу этого с той целью, чтобы ты мог предохранить себя от прелести, чтобы при стремлении, неозаренным должным видением, ты не причинил себе великого вреда, не погубил души твоей. Свободное произволение человека удобно преклоняется к общению с противниками нашими, в особенности произволения неопытных, новых, в подвиге, как еще обладаемых демонами». Как это верно! Склоняется, влечется наше свободное произволение к прелести, потому что всякая прелесть льстит нашему самомнению, нашему тщеславию, нашей гордости. Бесы находятся вблизи и окружают новоначальных и самочинных, распростирая сети помыслов и пагубных мечтаний, устраивая пропасти падений. Город новоначальных. Все существо каждого из них находится еще в обладании варваров. По легкомыслию не вдавайся скоро тому, что представляется тебе, но пребывай тяжким, удерживая благое со многим рассмотрением и отвергая лукавое. Знай, что действия благодати ясны, демон преподать их не может. Он не может преподать ни кротости, ни тихости, ни смирения, ни ненависти к миру. Он не укращает страсти и сластолюбия, как это делает благодать. Действия его – дмение, надменность, напыщенность, высокоумие, страхование, словом, все виды злобы. Подействуй, возможешь познать свет, воссиявший в душе твоей, божий ли он или от сатаны. Надо знать, что такое рассмотрение принадлежность преуспевших иноков никак не новоначальных. Преподобный Синаид беседует, хотя с новоначальным, но с новоначальным по безмолвной жизни, которую и по пребыванию в монашестве, и по телесному возрасту был старец, как видно из книги. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует... 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 Продолжение следует...